Итак, добрый день. Продолжение следует. Я нарисовала, построила на ткани по мерочкам, по нашим мерочкам и выбранным прибавкам полупритаренный жакетик. Сейчас я буду вырезать то, что у меня сделано. Но прежде чем это сделать, я прогалываю булавочками все вершины вытачек. Следующий этап в работе показывается. Демонстрация идет просто. Вытачки я, как правило, талиевые рисую в одну сторону и серединку этой вытачки. Можно этого не показывать. И тремя булавочками вот так показываю. Пожалуй, больше я скрепляю. Так могу еще скрепить средний шов по спинке, потому что мне его сразу нужно сейчас смертывать. И, собственно говоря, все остальное можно больше не прокалывать булавочками. Берем ножницы и начинаем все это вырезать. Всегда срезается кромка ткани. Она никогда не участвует у нас в работе, потому что деформирует последующим свое наше изделие. Поэтому я ее удаляю. Все припуски у меня продуманы заранее и уже нарисованы на ткани. Они имеют совершенно разное значение. Например, по кройме, по кричам это 1,7, около полутора сантиметров. По горловинке не более сантиметра. По боковым швам по-разному. От 1,7 до 3 сантиметров в зависимости от того, нужна нам страховка или нет. Расстояние между сторонами выточек обычно оформляю домиком. После того, как закончила выкраивать, ставлю вот такие вот рассечки. Всегда по сторонам выточек по линии талии, это контрольные точки. По серединке нашего изделия, по центру. Затем то же самое делаем со спинкой. Тренируйте свой глазомер. Иногда мы спешим. И линию нарисовали припуска не так корректно, как хотелось бы. Но выкраивая, вырезая, еще раз проверяете сами себя. И немножко где-то, чуть-чуть может быть, и подравниваетесь. То есть как-то корректируете. Еще раз, еще раз себя проверяете. Сразу ставим контрольную точку, рассечку по талии. Так, посмотрите, как выкраивается припуск над веточкой. И особое внимание вот этому участку. Раз, два, три. Вот так. Это можно отодвинуть. Но давайте сразу вырежем рукавчик, чтобы убрать лишнюю ткань со стола. И посмотрим следующий этап в работе. А это именно перенос веточки на нижнюю часть нашего изделия. Опять контрольная точка по рукавчику. И обязательно помечаю вот такой птичкой переднюю часть нашего оката рукава. А вот это задняя часть оката рукава. Если рукавчик заложеный к низу, припуск надо немножко расширять, чтобы не затягивало потом. Вот это уже выкидывается. Это просто лишняя ткань убирается. И мы продолжаем работу. Первое, что я делаю. Я переношу определенные линии на ту сторону. В первую очередь, это середина переда. Так как здесь у нас есть застежка. Линейка длиннее мне нужна. Я ставлю рассечки. Перевернув на нижнюю часть, я просто нахожу их и соединяю. Вершины выточек. Посмотрите, одна иголочка. Вторая иголочка. Это середина выточки. Третья иголочка. Это ее сторона. Рисую. И показываю вот этим штрихом, что я нарисовала только середину выточки. Дальше нахожу рассечки здесь. Здесь это и нахожу вершинку выточки. Она у меня показана булавочкой. Выточка на грудное. Дальше. Что еще я тут могу увидеть? Больше никаких отметок у меня здесь нет. Значит, этого достаточно. Пока отодвинула, приготовила для сметочки. Что на спинке? На спинке могу показать вот такой рассечкой припуск по боковому шву. Также обязательно нужно показывать стороны вот этой выточки. Далее показали. Кладем сюда. Находим рассечки здесь и вершинку. Рисуем выточку плечевую. Обязательно ограничение. Находим две булавочки. Проводим. Соединяем их между собой. Это получилась середина выточки. По третьей булавочке рисуем ее стороны. Обязательно рисуем вот такие ограничения. Находим ширину припуска на обработку. Бокового шва. Кладем линеечку. Вот таким образом. И рисуем. Посмотрите, параллельно нашла. Сдвинулась на эти 1,7-1,5-2 см. И оформляю уже вот эту линию перехода. Посмотрите, какие у меня плавные, красивые линии. Средний шов по спинке рисовать не буду. Боковой шов на полочке рисовать тоже не буду. Потому что припуски у меня абсолютно одинаковые везде. И поэтому буду сметывать, глядя только сюда. А на это я даже не трачу время. Точно так же я не трачу время на плечевые швы. Хотя, может быть, имело бы смысл нарисовать хотя бы плечевой шовчик вот здесь. Потому что мы сметываем со стороны спинки всегда. Так как там есть посадка. Здесь переносики мы закончили. Смотрим на рукавчик. Еще раз. Рукавчик. Это задняя часть рукавчика. Здесь будет припосаживаться наше изделие. Это передняя часть окапи рукава. Это точка о серединка. Сюда кладу, нахожу рассечку и рисую припуск по боковому шву со стороны спинки. Почему здесь? Потому что у меня здесь посадка. И мне удобнее сметывать здесь. Здесь не рисую, здесь не рисую, здесь ничего больше не рисую. Все. Перенос выточек закончен. Следующая часть работы будет сметывание. На этом этот блок мы тоже заканчиваем. Смотрите продолжение видео на следующем уроке. А пока приглашаю всех приходить ко мне на занятия. Два раза в год я собираю группы. Группы маленькие, по 8 человек. Длится курс мой 3 месяца. Начинается в октябре. Октябрь, ноябрь, декабрь. Первый раз. И второй раз. Февраль, март, апрель. В другое время групповых занятий я не провожу. Группы маленькие. Занятия проходят почти индивидуально. Все, что я показываю сейчас, все это мы проделываем. Всему этому я учу вас на своих занятиях. Итак, продолжение следует. Всегда ваша Галина Коломейко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова